Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 59 по 62 стих. 11 ноября 16 года. Сей говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, сходящего туда, где был прежде? Толкование. Для чего Он учил в синагоге? Частью для того, чтобы привлечь больше людей. Частью для того, чтобы показать, что Он не противник закону, читаемому в синагогах. Почему же Он произносил перед народом такие речи, когда знал, что никто не получит от них пользы, а многие даже соблазнятся? Ибо ученики Его, услышав их, говорили. Слова сии странны. Кто может слушать это? Какая же польза от всех слов? Очень большая и важная. Они постоянно упоминали о телесной пище и выставляли на вид манну. Показывая им, что все это было образом и тенью, а что Он ныне говорит, то истина. Говорит сие, упоминает о духовной пище. Для того, чтобы убедить их сколь-нибудь отклониться от чувственного и оставить образы и тень, а устремиться к истине. Но они, не будучи в силах понять ничего сверхъестественного, не улучшаются, а даже отвращаются и говорят. Слова сии странны, то есть суровы, неудобно приемлемы. Ибо кто, будучи плотян, может принять духовную пищу, хлеб, сходящий с небес, плоть, вкушаемую. Когда же слышишь, что ученики отстали от Него, не понимая этого об истинных учениках, но о тех, которые следовали за Ним, в ряду учеников, и одним только видом показывали, будто учатся от Него. Ибо и между учениками были некоторые, которые по сравнению с народом назывались учениками Его, потому что проводили при Нем времени более, чем народ. Но сравнения с истинными учениками Его не стоили ничего, так как верили Ему на время и, так сказать, от холодной горячности. Смотри, какое неразумие! Нужно бы спросить и узнать, чего не знают, а они отступают и ничего не понимают в духовном смысле. Но все по внешности. Слыша о плоти, они и думали, что Он принуждает их сделаться плотоядцами и кровопийцами. Но мы, понимающие это в духовном смысле, не только неплотоядцы, а даже освящаемся такой пищей. Желая показать им, что от Него, как от Бога, немало не укрываются сердечные их помыслы, говорит, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите меня по виду Сына Человеческого, восходящего на небо, где я был прежде, как Бог, ибо один и тот же восходит, как человек туда, где был прежде, как Бог, сказал сие для того, чтобы отвлечь их от мнения о Нем, как о сыне Иосифов. Ибо кто поверил, что Он прежде был на небе, тот без сомнения поверит, что Он и Сын не Иосифов, а Божий, и, наконец, поверит речам Его. «Слыша, что Сын Человеческий был прежде на небе, не думая, что тело не зашло с неба, так пустословят ереси и начальники Маркел и Аполлинарий. Но как один и тот же же был Сын Человеческий и Бог Слова, то, как мы сказали, говорится, что Он восходит, как человек туда, где был прежде, как Бог». «Это какое место читал?» «А я говорил, Евангелие от Иоанна, шестая глава, с 56 по 58 и с 59 по 62. Это мы читаем толкование Блаженного Февелакта на Новый Завет после молитвы каждое утро. Это же у нас было в лагере детском. Каждое утро гимнастика, молитва и чтение Слова Божия. Все, топить, не топить печку-то? Топить? Топить. Ну все, я начинаю топить. Покажу, как мы топим, ни разу не показывал. Так, иди сюда. Значит, так, откроем. Вот надо, Господи, благослови. Второе ведро там пустое. Вот пока наших братьев тут нету, я подготавливаю. Сейчас открываю летний ход задвижка. Вот так. Пока сохнет семечки вверху, решетка. Вот так. Ножик специально уже упал. Вот что тут у нас? Дрова наложил и перо. Голубенок один замерз. Вот сейчас его там догрызает уже. Близко с таким я ее подкармливаю больше, потому что она маленькая, растет. Вот так. Разные бумажки мы вытираем руки тут. А тут специальные кощегарные рукавички, которые не боятся замараться. Вот оно что. Починено. Кто бы в дом не запустил такие рукавеса. А нам нужды нет никакой. А чего? Главное, чтобы дело-дело. Уголь теперь с двух сторон руками поддерживаю. Чтобы по сторонам не было. И уголь варится туда. вот так. Все не входит. Заранее я днем уже тут делаю. А делаю так. Бумага сколько есть накидаю. А потом на бумагу вот эти вот дрова. Вот так одну положу, чтобы в дверку уперлась. а решетка на один кирпич ниже. Я сам печник. Это моя печка делал. Вот до сих пор. И вот так вот они лежат. Там внутри упирается до дверки. Она на кирпич, а под ней пустота образуется. А там духовка. До духовки не достает. На нее вторую вот так кладу. И с этой стороны так же и на нее вот так вот образовалась пустота. Ну а теперь эту пустоту вот так вот палочку по размеру чтобы вошло и вторую тоненькую. А после этого вот этих вот уже я дома сижу нарублю. Вот так вот тоненькие все заложить это пространство. А сверху тогда вот у меня тут дрова сушится. Это моя работа. А уголь приносит Володя мне или Никита тут будет сейчас. Сейчас пока нет. Все тут. Теперь два кружка в сторонку. а один остается десканик. Теперь спички поддувало открыть поддувало маленько открыть и дверку. О! И вот как топимся обязательно надо благословиться. Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня греша. Благословите меня. Бог благословит. Бог благословит. Володя тут кто есть надежда все благословляет. Одна спичка и все пошло. Вот оно видно где. Вот она лежит которая так на нее там вторая дальше поперечная дальше это уголь вот оно все загорелось. Теперь пошла под низ. Вот оно под низом вот оно видно под низом вон она где бумага лежит. Вот она один кирпич пониже туда идет вон там решетка. Все одна спичка и все загудел. Вот маленькая лопнула плита надо думать Володя искать где эту задержку. Вот она плита видите какая не выдерживает лопнула она если вот здесь вот лопнет вот она где-то она составная значит оттуда провалится. А что делать? подложить там какую-то железку чтобы упиралась на кирпич здесь и здесь Все сдал я опять занимаюсь вот встаем 4.40 а я в 3 часа встаю или маленько даже бывает пораньше чуть попозже вот сегодня в 3 часа 5 минут на ногах пока они встанут 4.40 у меня полтора полтора час 40 утром я письма отвечаю разные и как только сейчас время так сразу дадал ей там голубя голубенка то она его одна доела у меня подожди-ка в кармане там наверное что-то каша ну да я и забыл про это вчера был там голубинные яички принес и забыл а там у меня семечки везде в кармане семечки выхожу на улице голуби летят за мною не мои какие-то дикие или на остановке стою когда бывает автобус ждет сегодня мне в город я езжу у меня карманы наполнены семечками и жуланчики летают воробьи я пока стою вокруг уже птичий базар всем бывает где-то остановишься зима птица очень нуждается она погибает не от холода а от голода вот все моя работа тут окончена Володя начинает чебарничать то есть готовить вот готовит видишь треножник до записи сейчас мы сделаем записи милости просим перед народом предстать надо расчесаться маленько сколько три волосинки осталось уже умный волос покидает дурную голову такая поговорка есть а почему говорит наверху подушку протерли долго спим у народа свои мысли есть вот Володя сейчас подтаскивает провода подсоединяет я бы еще это убираю чтобы не утешилось попутно показать это у меня записные книжки их таких я не знаю сколько я веду дневник не менее как 50 лет нет ну да 50 с лишним лет ни одного дня не пропустил ни в тюрьме ни в лагере ни больной ни в больнице везде все записываю вот оно где видите какой мне дорого это что я сам переплетчик обыкновенная в клеточку тетради покупал много видите сколько какая толщина 500 с лишним страниц вот она и сам переплетаю вот какое открывание вот нитки идут где посредине это старинный метод на шнурах и мало того еще и с пальчиком фальчик вот она как и поэтому тут тряси не тряси оторвать просто невозможно только порвать можно она на капроновых шнурах очень прочная вот она где тут видно где вот маленечко вот вот идут они на костном клее и вот она как какого числа это номер десятый то что сохранилось от кгб представьте 500 страниц записываю и вот оно как это закладка лессе называется а это вот вверху капта вот он как выглядит представь себе и когда ты делал как это дорого что ты сам делал и вот он выдавлен по краям это у меня рок оленей был я им делал вот это все обгорело у меня был поджог сгорело тогда сгорело у нас за стенкой женщина и в монастыре в один день в монастыре две монахини сгорели это попутно сказать вот он у меня записная книжка так мало того крест как выдавлен это попутно пока для Володи вот такие вот тетради вот они тетради вот они видят это Володя пишет я подарил какое открывание полное все с пальчиками я тут фотографии даже сделал вон он фотографии какие вот она как это Володя после побега вернулся опять потеряю и вот его принимает он в ноги поклонился ребята Пупков стоит Виктор Савченко тут я там Никита видать дети подошли детский лагерь на это братья были Володя это Пищиков богатырь и Андрей Пищиков Володя и Андрей Смирнягин и вот я показать вот это видите как переплетенных теперь записывать 506 страниц где-то материю нашел что-то и крест крест этот выдавленный его я на плитке накаливаю дальше специально сисочки зажимаю и вот это вокруг навести окантов это у меня из рога оленьева сделана такая я переплетчик был здесь не видно там он где-то наверное есть а вот вот я попутно сейчас будем записывать события дня а это вот переплет я был когда в Жордан Вилле и у них там книги вышли но не переплетенные как переплет я сам переплетчик сделаю и вот переплет вот видишь как сделал что это такое ну ка прочитаем сейчас заголовок как называется русские подвижники поселения это большая книга довольно большая сейчас я гляну сколько стран 912 стран 912 вот я их привез видите это каптал ну видно что переплетено как округлением корешка а это обыкновенные обои были такие что хочешь можешь сам себе сделать вот я сейчас покажу даже вот другая это что-то я оттуда привез книга какая-то вот она переплетенная что это за книга вот они шнуры видать на шнурах это шнуровой старинный метод любой толщины можно взять об истинном христианстве я оттуда привез книги жития святых и вот переплел видите какое полное открывание это не как-то прокалывать абсолютно полное до конца открывается и вот это я делал когда симфонию краткую на шуте святых это сам печатал вот это моя рука печатала видите какая по-старинному тут не страница а листы ну умножить на два и будет каждая пленка кассета какой размер на какой дорожке что записано вот они где но это не первый экземпляр первый экземпляр видимо погиб кгб вот оно что а здесь апрель какого числа какая сколько страниц все а вот дальше вот сейчас я покажу видите какая картинка я много их собирал какой переплет ну я переплел ишь какие уголки около около трех тысяч томов переплел и сами ночами переплетал вот она жития святых какое 20 декабря там краткое содержание жития святых вот такие два тома но это по-другому здесь переплетено пропиливаешь там там я пошел тогда я же узнал я работал в конторе снабжения и там попадала такая хлор пенил винил там название такое белая масса такая я взял ведро и пошел мне целое ведро дали на элеваторе ну и дальше я переплетал снабжал переплетчиков курсы образовал в университете у меня из школы переплетчиков вышло я думаю не меньше сотни с разных сторон приезжали из городов по России я открывал курсы переплетчиков одному ничего не сделать и всех снабжал материалами вот она какая книжечка показать знаешь как это приятно когда у тебя свое что-то ни за кем ты не ходишь вот попутно только глянуть обои с одной стороны такие а с этой а это лидерин называется это переплетная бумага а вот это лидерин эти как переплетено вот 506 страниц какое открывание это фальши как это тетрадка корочка от тетрадок так я тетради вот этих покупал на тележке ездил и вез я не могу сказать сколько но сразу я привозил ну килограмм допустим по 70 тетради попробуйте у меня брали старообрядцы это я делал уже прибыль была с этого за деньги вот это вот чистые тетради а это что а это письма вот как переплетенное письма которые я вытащил вывез из лагеря экспертиза как-то была в лагере был в тюрьме в это время сидел и писал вот у меня обратился один помощник заместитель директора Редькин Владимир Прокопьевич и вот он писал так у него мозоль на пальце была он обратился нас отсадили он все пересал редактору газеты это все жалоба вот он все и вот все тетради собранные вместе и получается книга эти как хорошо когда ты сам это можешь делать вот она переплетена тогда нигде ничего не было из журналов где-то старых вырезал надписи картинки и вот оформление это Жан Габен играет Жана Вальжана фильм который подвиг меня искать Евангелие впервые услышал это слово нигде не встречалось вот видите как сколько любое рукоделие оно необходимо мне вспоминается что в Грузии даже княжеские они не царские назывались княжеские сыновья должны были иметь какую-то профессию уметь что-то делать ну его научили ткать ковры ковры ну была война его попал он попался посадили в яме он сидит там но он не говорит чем ничего но видишь что знатный и вот там один какой-то купец ходил ему сказали он сидит один сколько время ни выкупа ничего нет за него какой им надо деньги где-то и он говорит я тут сижу говорит вот ковер нитки дали там коврик может небольшой ты царисы грузинской сходи там какая-то своя Тамара а сам там у них буквы кощервяки он там вырез что я сижу тут-то в яме то-то-то-то требует столько-то ну пошел тебе дадут за него за этот ковер столько сколько у тебя сейчас состояния он правда купец доехал там сколько и сарис это просчитала и сразу ковер купила делегации туда я и сына выкупила это из практики из истории говорят вот сейчас мы садимся в порядок составлять составить утренние события дня как мы делаем я вот так вставляю чтобы видно баланс ура поставить обязательно вот у меня новейший принтер закрытый тут кошки на нем вот он новейший принтер рядом телефон вот за принтер ни копейки не платил за телефон не платил иногда не могу узнать кто кто сделал я на занятиях в университете иду оттуда это далековато это на остановке остановки три автобуса мысли четыре и два раза в неделю прихожу пурга стоит на крыльце какая-то большая коробка что тут взрывчатое вещество какое-то перекрестил занес в избу распечатал монитор огромный монитор ну зачем от кого или процессор был я на нем долго работал потом тут пришел человек закрой глаза будете сопротивляться нет ну я говорю а что я буду если по делу то конечно буду он молча поставил подсоединил все вот сейчас у меня работает процессор вот так люди делают люди которых я знать даже иногда в глаза не видал прислали купил вот по порядку все буду показывать и все не мое это бесплатно дали это установили это установили телефон повезли меня в магазин купили это не моя связанная моя знакомая связала кажется близкая ну то есть куда не поверни окружен любовью вот это я когда на магнитофоне записывали ну некоторые может быть новое поколение даже и не знают что были вот такие вот маленькие кассетки вот они какие магнитофоны не было как сейчас записывать и таких у меня это несколько тысяч а раньше записывали все на таком вот может некоторые даже и не знают как показать вот это видите как оформлен пленки оформляет человек путается под ногами я был в Караганде и там попался мне вот пожалуйста в Караганде вот теперь что тут краткое содержание а это катушка 8 часов 20 минут скорость 4,7 вот она как это что-то у меня тут связано вот сколько их а сколько у меня было ну если общая взять которая в интернет вышла две с половиной тысячи часов слушать и две с половиной тысячи часов это мое интервью которое я с кем-то у кого-то брал взял еще не распакованные по сегодняшний день писатели поэты вплоть до министров везде ездил записывал важных людей это в годы советской власти за это меня трепали садили но а теперь ищут репрессированных находил в литературном институте там лев фашанин вел как назвать там кружок или семинары какие я там рассказывал стихи это все записано с розовым кажется виктор сергеевич его старейший драматург вернулся беседы и все это записано было было записано такие вышло 14 книжечек маленьких называется религии мира или что-то отдельно православие там молчанов католицизм и все католицизм щедлов баптизм метрохин из всех 14 книг этих серия шли они разного цвета были вот это меня побудило издавать свои книги разные цветы покажи какие они каждый том своим светом идет я там увидел от кого-то научился это очень хорошо было искать выменивал находил случайно пришел как-то работал кирпич рубишь и осколки летят и маленькая попала в глаз пришлось зажать глаз и поликлиника больница я пока сидел одним глазом рассмотрел на стенде висят разные материалы медицинские висит там я не знаю какая-то пятидесятники кажется вот так называется пятидесятники помню красным баптисты зеленым темно-зеленым православные что-то такое бежевое кажется то есть все разные были самая хорошая баптист была и написал Митрохин Лев Николаевич ну видно что знает пятидесятник ну я узнал это дело в Москву поехал тайну магнафон у меня был с собой на батаре как можно было включать договорился мы встретились помню у памятника кажется этому Маяковскому Владимиру Владимировичу и он пришел не один еще с каким-то профессором и там я его записал я говорю а как вы это все знаете вот это ну знает видно сознанием делал вам кто-то помогал конечно помогали вот видите я услышал такой человек меня никто не заинтересовал ни православие ни католицизм а именно о баптизме Митрохин я его в Москве нашел вы понимаете что это такое в Москве найти человеку и уговорить чтобы он пришел на встречу это же не просто так поэтому когда с людьми о чем-то говоришь они не занимались и еще спорить начинают а спорить значит пришел ты не на тот ресурс я его отвожу в сторону еще с ним разговаривать когда не знает спорит под ногами путается вот сейчас я показать хотел даже посмотри вчера вывели меня на такой ролик вот он о домах Пашкова и Лапкина парализованы во славу Христа беседа с Александром Дмухой и о баптизме и православии это от организовал видимо Сергей парализованный во славу Божию как-то он так подписывается ну здорово все а этот спорит и он был членом нашей общины потеряющей был и я тут о нем стал писать и вот да какой вы верующий вы нападаете вот тут кто-то я попутно хотел сказать это мои ответы я стал давать эхи вы добрый Игнатий Тихонов человек упал лежит на земле а вы его ногами пинаете да побольнее молодец настоящий христианин церковь нашу здесь упоминаете на хулите нашу церковь она не знает кто свет Христов просвещает всех то есть ни имени ничего нет ни фотографий никого нету ну то есть по балагуре где-то упал и лежит упал но он не лежит она уже кто там скрывается мужчина женщина пацан какой-то хуритель дальше ничего не знает человек это я попутно все говорю упал и лежит если бы он упал и лежал и желал встать он мерзеет он отравы сеет ходит обильно высевает везде где бы он ни был такую мерзость говорит на церковь Христову что уму непостижимо и ходит ищет кто у меня работает на ресурсах предлагает деньги кто даст там адрес моих модераторов 45 тысяч а кто допустит чтобы дали логин или логин не знаю как называется пароль еще дам 45 я жене спросил она члена его жена член нашей общины теща член нашей общины брат жены его член нашей общины я говорю деньги что предлагают он не работает он сидит дома его и баптисты все выкинули он не упал не лежит он везде сеет мерзость пакости делает везде я показываю из-за чего и выгнали прелюбодей пошел по чужим семьям третий личный пишет и бесстыдно говорит именно о грехе блуда бесстыдно говорит о грехе он и не думает он ни понятия ни о грехе ничего нет стыда у него никакого нет никакого и вот теперь начинает он упал и лежит он и не лежит кто ты скрываешься за этим хред христов просвещает а тебе какое отношение с хред христовым когда во тьме не понимаешь о чем говоришь движим и духом святым никогда не будет говорить пакости защищать пакостника вот даже попутно сказать это а что я никогда никаких комментариев не даю но здесь про меня половина ролика идет но обо мне идет речь-то он гадит везде я обязан был сказать и выставляю здесь вот интересно мне вот я выставил вот что вчера выставил и вдруг утром стою нету вот один номер два три куда они делись мои здесь не знаю вот но когда я выставил вот и вдруг мои выплывают дальше здесь где-то так интересно для меня спросил Никиту тоже говорит не знаю это я все попутно утреннее так мы на этом все заканчиваем Володя сейчас мы будем отчет за вчерашний день давай так вот смотри как это выглядит вот это я начну сейчас говорить вот это вот будет 334 ну там все на этом пока отдай ему аппарат нужно вот это вот я